в украину там ты же в украине живешь да да ты свой канал начал делать там до что ли он записи там это у меня там было за был уже канал там записи были просто начал там новые ролики туда за какие-то заливать пока было вдохновение а сколько у тебя там подписчиков сейчас посмотрю я давно давно не смотрел но больше чем 1000 да нет конечно думаю все там 500 есть это вряд ли мне там толк а у меня там ничего интересного нет если бы мне там получилось хотя бы записывать записи занятия там мы собирались с ребятами евангелие там смотрели читали толкованием а сейчас это не получается делать а вот 531 подписчик ничего себе больше чем было круто да круто вот слушай а ты сама баптистскую церковь ходишь вообще до каком-то видео смотри как баптистскую церковь но я ничего против не имею как бы сам иногда хожу но у меня вот не получается все как ты знаешь иду к богу так но очень коряво как бы у меня тут там не получается то там короче все понемножку все забываю сбила вот у меня должно быть воскресенье быть крещение короче дамы апостоле пришел короче вот не знаю как продолжить ходить дальше не знаю я ходил туда до какого-то момента потом как-то перестал то не про правда не баптист это там какие-то харизматы или кто-то охарик харизматы тоже такие но они там типа просто у них песни более такие популярные до у них до сюда такая типа ну рок песни есть такие вот наверно харизматов нет у них более такое классическое у них без без гитар там было без барабанов есть есть борисполе еще вместо но там молодежь одна собирается ну они там такое чудят я там на канал можешь посмотреть там есть ролик как называется там я взял с их него где-то ресурсы себе залил как они там проводят свое собрание это музыку включают но клубная музыка они там танцуют как на дискотеке ну прям беснуется страшно чудила поэтому к ним я не ногой лучше более зрелым там людям взрослым там ходил слушал их это в небо и земля православия этого вообще ничего нет а так ты сейчас в православной церкви ходишь да конечно же православная а я помню я просто видео смотрел думал что это же паптическую церковь она тоже знаешь пробовала то прийти короче православную церковь ну я же как бы особо это самое понимаешь что я просто ищу как бы бога тоже так на пробовал в православную тоже приходить там что ты как-то там взошел к ты тоже вот мне особо никто ничего не не рассказал я пошел на эту грустную навязываться как и не хочется баптистом пришел не подошли этому сказали как захотел дышал остаться я даже крещение хотел принимать кого чего не допустить до крещения на я просто не знаю не пошел дышал короче вот и вот понятно бабки сделала там крещение у них как киприан карфагенский говорит что крещение у там еретиков это как осквернение потому что крещение можно получить ну в идеале конечно из рук священника потому что он имеет такую благодать таинство совершать нас такой вот ну а ты рассказывай как если не секрет чем занимаешься я даже не секрет по землю ну какой секрет прям всего рассказывать а не буду мы тут минутный недолго говорить не будем ну да сейчас я в очередной в поисках работы завтра опять пойду куда-то на собеседование ищу себе пристроить себе место где можно зарабатывать себе на жизнь потому что евангелие никто не хочет слушать ну в основном священники они закрыты они сами этого делать не умеют и когда кто-то при них начинается говорить им становится завидно как так просто человек начинает говорить там о библии и очень напряженно пока с ними по-хорошему они тоже по-хорошему а начинаешь немножко принято говорить облегчать им они просто не привыкли к такому они привыкли что они особо каста людей особо личность до неприкасаемое и все есть послушай никита вот просто тут мне интересно ну если не секрет а что тебя вот это побудит а а а что типа музея алло меня слышно договорил а что что тебя побудило вот уехать из потерявки просто не тесто решил начать личную жизнь там или что интересно вот если не секрет ну видишь вопрос такой на самом деле не простой я и сам долго об этом думал ну кроме так что себя там я уже и жил и ничего там нового для себя не мог найти ну мол конечно продолжать прийти тихон еще находиться но тяжело для меня уже стало потому что тяжело это вообще короче ну ты держался реально было отцом короче об давно бы уже уехал если бы я приехал я первый день короче откуда стука не силы скажем так слушай никита вот что типа будь что типа узел интересно приехать потеряю приехали сколько ты давно пять лет назад приехал пути пришель до после там посчитал вода где-то такого где-то пять лет наверное а что а что побудило тебя приехать тот момент мне это очень надо было какой-то духовный рост какой-то научение потому что я по жизни 23 лет толком ничего ну конечно совсем дураком себя называть не могу потому что так какие-то знания есть там летал много и много образован так широкий out бытовых каких-то вещах как с людьми и жить как работать как общаться этого ничего не знал мне захотелось поехать и там набраться вот этого жизненного опыта чтоб меня там научили как уму-разуму да ну не надо было 23 года ли сколько это еще такой довольно таки молодой человек был да и сейчас конечно и молодежь ну я думаю пять лет там пару прожил никита это интересно так конечно сша а вот просто на интересный медием я вот мы тебя с ребятами тоже смотрим как бы ну мы так особо это самое ну к вере там это самое близкого отношения не имеем просто ты как мы чисто взлетел кину смотрим просто интересно там такую видео было вот у тебя там тоже непонятно было и невеста там или что короче у тебя там была в общем невеста это сама теряйте нет не было вот мы так и не поняли там обновите и гнатис тихом что-то с тобой там общался с какой-то девушкой он не предложил короче а либо остаться либо уйти вы подумали что твоя невеста а потом анатолий не появлял не появлял в кадре нам просто было очень интересно даже не помню что за ролик такой о чем речь нет невеста мне там не было то есть это не короче он что-то сам начинал учить короче как обычно короче вот и там девушка такая фотошки было короче и он так хочешь оставайся хочешь уходи и говорит короче вот наверное где в лагере это было лагерь наверное да она не делать не молодая но немало ой ой не юная скажем так молодая лет ну может 25 не это наверное было с галиной загуляй в ролик нет он это не невеста на у нее там четверо детей уже кажется как она может невеста мне бы она и старая как ты вообще как слушается не секрет конечно ты вот просто как мы в самом интересе вот так вообще ищешь не видишь все-таки чтоб невесту искать лишь у каждого парня по-разному у кого-то видишь это просто не там с 16 с 18 лет уже там какие-то отношения завязаны мне это как бы не так и не так интересно было всегда вещь я немного другого склада человек я не сильно тянусь там к женщинам прям так что если бы это был какой-то другую культурный слой общества или другая эпоха конечно мне уже нашли бы там невесту там не в летом в 15-16 бы я спокойно себе уже жил бы с семьей а в наше время немножко иначе происходит все ну и хорошо что мне господь сохранил потому что найти себе девушка по-христианскому мы должны чтобы она была девственница и все такое из верующей семьи чтобы сложились отношения то это если было бы иначе я был бы себе больших проблем нажить если взял бы себе жену какую-нибудь другую там девочку не девушку неверующим но я не исключаю того что возможно будущем у меня будет согласен а почему бы нет но пока как-то но это конечно труд трудно что найти девушка себя мире конечно трудно конечно именно по запросам таким конечно чтобы христианское то есть это да это серьезно это надо вообще найти куда-то вот там вот как-то рулиться наверно ну да проще всего это конечно священника на приходе завязать отношения спросить у него он должен знать всех у себя прихожанок кто на клиросе кто девушка кто не девушка кто там ищет себя жениха кто нет то есть нужно там искать в церкви игра такая есть как притча когда общались там два друга где твоя жена горит да ушла горит одеты нашел ее говорит но я на дискотеке познакомился лет ну там говорит и я нашел свою жену храме там она где-то пела то я там знаю где искать ее где найдет дед дед ну да да нормально ну да серьезно ну вот я слышал короче что в баптистской церкви еще нормально можно и все же ну короче ну там видишь такую там действительно действительно я где только не бывал смотрел вот там очень много девушек они прям все у них на глазах только написано надо им жениться детей рожать у них у баптистов это очень я подошел туда начал общаться ко мне уже одна отклеива приклеилась вообще году она крещение принимала мы с ней крещение принимали короче вот она думала что сейчас мы крестим крестимся короче вот а я не крестился короче не так особо знаешь ну и чтобы не сильно нравилось как бы мне ну то есть как бы ну просто так пообщаться нормально было заметно что она прям но так интересно нет а тебя не видно в твое видео ты откуда с какого города звонишь а я с минска звоню с минска с минска на руси даже звонишь ничего себе тебе по тебе по голосу так лет может 20 это до 20 около 20 плюс минус на 22 до 22 года но 22 года у нас 22 года если верующего 23 года где-то да я уверовал бога а до этого не 22 года мне уже был такой момент перелом на жизни когда я начал уходить жизни грешные то есть богу уже искать бога тянуться к богу как вера богу пришла к себе да это тоже вопрос такой интересное видишь мне там такой период жизни был когда так работу потерял хорошую и ну в общем не видел никакого смысла дальше по жизни делать ничем не интересно не было бога я не верил и совсем меня сатана таким вот унынием временами душил таким прям вообще где при снег такими депрессиями глубокими ну я не знал вообще что делать дальше по жизни но мне мать родная она потихоньку так вот мне религиозную литературу какую-то давала там даже евангелие кстати мне ну похоже на есть наверно вот этот от гедеона новый заветный я про я вот так добросовестно прочитал даже полностью удивился что там одинаковые события все описаны четыре евангелии ну и потом как-то все равно не ко мне это не ёкнулась не было ответа душе моей потому что но я жил грешно а господь написано обычно отвечает тем кто пытается как-то искать его и пусть я где-то через года два мне опять отсрочка было два года опять одурил ничего не знал что делать а потом просто для себя решил что хватит в общем брошу я пить курить это все дело сразу мне такое облегчение наступило для организма мне это и для ума еще начал понемногу выздоравливать уже начал как-то искать себе в жизни решил полностью изменить свою жизнь вообще а потом как-то утром проснулся мне буквально так и было что как-то глянул на икону и вдруг я понял что я верующий я верю что это все есть на самом деле ну так вот у меня было прикольно что интересно да прикольно нифига себе просто ты знаешь короче мы тут ну как бы я общаюсь короче да все с человеками с пацанами скажем так например на его возраста нам есть поставщики там 30 30 чем-то лет вот так но мы тоже короче ищем короче ныщем бога своей жизни до каждый потихонечку как и же каждый как могут может короче да то есть ну вот короче тоже вот в поисках таком находимся короче по немножко кто-то на йогу пойдет короче кто-то это кто в церкви вот как я короче такие ну кто в какое-то еще кто психологии займет короче духовное пробуждение 12 шагов короче вот такая тема ну каждый по-разному и вот тут тоже реально да реально как-то бога найти знаешь вообще много информации интересовался и реально как-то вот начать знаешь вот трудно когда верить вот именно конкретно вот в иисуса христа вот такое узнать у нас сознание она как-то знаешь что-то где-то досмотрелась его да и уже как-то знаешь и думается что а мама бога он может и ну как бы ну вообще не знаешь непонятно что короче как балла вообще как мне но есть то он понятно да короче но ведь разного много всяких религий вот такое начинаешься рассказывать что-то реально это точится примерно на иисусе христе хотя бы до меня пришла в тот момент когда я понял что за все грехи которые я жизни я сделаю я буду отвечать перед богом и я буду он за это в аду у меня на иных не было по этому поводу вообще каких-то соображения понимал что я достоин смертной гибели и меня это чувство настолько сильно охватило что я испытывал жуткий такой страх леденящий над собой я просто боялся что если каждую минуту умру я пойду просто в ад я просто ждал своей первой исповеди в храме что туда пойти исповедоваться потому что я верил что если я в таком состоянии умру то у меня ничего не ждет хорошего абсолютно я поверил истинно что господь иисус христос это мой спаситель который взял мои грехи на себя и я вот большой любовью возлюбил его библию и вообще это духовное обновление она дается свыше просто нужно выпросить тебя эту веру надо выпросить ее на молитве просто искренним выбрать интерес это подумал молиться нужно да так просто да реально выпросить мы слушали молиться на это трудно это барьеры знаешь какие-то как тебя зовут андрюха 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 и буду выключу печку подойду подожди минуту а чё ты без картинки выходишь стесняешься тебя не видно да да ну не то чтобы стесняюсь а я тебя тоже не вижу ну как бы или ты специально я по сниму как бы не очень люблю честно говоря так это сама на камеру показываться короче ну вообще и как бы ну за такой как вообще не считая просто ну как бы я такой человек может сказать ну ладно ладно я не очень так скажем так когда тебе господь даст веру когда тебе господь даст веру свою даст тебе силу потому что написано второе послание к тимофею 17 что ибо дал нам бог не духа боязни силы любви и целомудрия когда господь обедаст эту силу свою духовно тогда ты не будешь как бы бояться смущаться наоборот будешь искать общение с людьми не будешь ни в коем случае волноваться надо молиться короче молиться короче чтобы чтобы бог дал мне веру да именно то сейчас прям так надо крепко молиться что он обязательно тебе ответит на молитву твою будь уверен в этом я буду пробовать реально реально буду пробовать ну и а ты слышишь там читаю евангелие параллельно слово божие потому что что еще а библию читай евангелие особенно потому что там находится это как огонь огонь божественный типа будет это очищать от страстей от мыслей лишних у само чтение библии она человека очищает тоже не пренебрегая этим ну и конечно же ты никаких грехах не прислоняйся то есть меньше не знают это ругаешься ним и ругаешься куришь не куришь сигареты это все нужно тебе конечно же но за вот-вот потому что написано не войдет премудрость в тело порабощенной греху вот так вот так что ты пиши мне много так обращайся там да ты меня как-то по вайберу ты можешь звонить у меня было руси перед тем как ты священником священнику покаялся ты евангелие уже прочитал да да я прочитал ну как-то толку не было как будто бы ты слышь меня алё вот и все пропал сигнал сейчас сейчас немножко связи качество плохое ну ты сейчас уже спешишь кушать нужно просто связь немножко те да 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 нет нет но говори почему мне пока остынет и ночью не тороплюсь особо а я понял то ты сам себе готовишь еду да ну конечно уху да я тоже один живу короче вот я так сильно не готовлю короче раньше готовила так сейчас чисто что-то такое применение все куплю просто и все не очень люблю это самое готовить что чисто время нет пока приходишь пока то короче магазин сходишь короче сюда и дела а готовить и тоже научился у игнать а это геннадий пози и знать и знать его да и знать и да научился готовить ну и там тоже я много чему научился в этом плане да тоже слушай так конечно так вот интересных с тобой созвониться там прям так знаешь ты вот так говоришь как-то и духовно интересно так вот наполнится что ты как вообще в будущем не планируешь приехать потеряевку еще там ну приступал просто на недельку там не знаю в лагерь в стан там не знаю не планируешь кого приехать нет пока таких у меня планов не было такое видишь дело просто так кататься игнать их и навещал не учил нас чтобы деньги просто тратить время есть туда обратно если приехал оставайся если нет лучше никуда не езди трудись где можешь работать молись занимайся чем положено да еще общение ищи друзей которые готовы с тобой дружить это по библии можешь посещать и баптистов но все-таки истинно находится у нас православие у них находится у нас все святые отцы библия растолкована и священство главное таинство больше там принципе ничего ты не найдешь полезного ну да я бы знаешь что как бы ну как бы я бы с удовольствием я бы им пришел быду как бы ну я не знаю прихожу в эту церковь туда-сюда короче как-то там да всем пофиг, что ты пришел в этот провод, не знаю. Никто не расскажешь, ни с кем не познакомишь, ходишь только сто целых три недели, ходишь, 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 зачем ты приходишь, никто не спросит. Причестишься, то всем сделаешь, не знаю чего еще. Греки отповедаешь, короче. Не знаю, как ты знаешь. Хотелось бы разнакомиться с кем, ты знаешь, может там какое-то движение молодежное, может не все так грустно есть православие не знаю ну такое что-то веселенькое движение какой-то знаешь что с кем пообщаться наравне не со стариканами а чисто вот наравне с кем-то вообще просто интересно и ну то есть как бы я я буду так бы тоже поинтересовался просто ну как бы ну я прихожу короче не знаю с чем там общаться короче я понимаю тебе мне очень похожа ситуация мне действительно вот такие дела тоже самое у меня ну ты поспрашиваешь ты поспрашиваешь там где-то есть какие-то вас собрание там поищи там молодежь кого-то должно быть хоть где-то у вас в минске город все-таки столичный какая-то православная там община и ты там начинай среди них тоже в общем многому научиться хорошего даже православных ищи общение с людьми верующими больше и будешь у них господь тебе обязательно приведет к спасению все ты будешь истинно искать этого и ревновать об этом он тебя не оставит об этом волноваться даже не надо ну тогда интересно я пробую я ищу скажем так веру ищу конечно и да так интересно пытаясь как бы найти такие такие дела окей окей никита что он нереально было приятно с тобой пообщаться спасибо что уделил время еще наверно как-нибудь разводимся наверно вот тогда приятного аппетита подарю андрей пиши заранее когда будешь там мы собираться будешь звонить чтоб я был свободен там у меня время себя освободил так что с удовольствием чтобы будущее говорить друзей это приглашай потом ты по скайпу посещаю там по скайпу занять хорошо по скайпу занять по библии идут и знаешь там воскресенье среда пятница по скайпу идут собрание там слышишь меня по скайпу скайпу занятия по библии даже есть да ну конечно вы тебе скину сейчас вот я тебе скину я тебе скину в скайпе сергея павловича пупкова который там ты знаешь есть у нас такой черной бородой который занимается собаками еще кинолог у нас то вообще не есть даже оттуда то есть получается всегда тем где-то слаб общины можно разом позаниматься да они это так занимаешься библии по скайпу да очень ну когда им есть возможность прикольно обязательно значит побывая это по москве а москве это в 13 не в 14 по москве это в киеве по в 13 часов у нас он идет я не знаю как в минске в москву разница среда пятница и воскресенье обязательно ты не пропускай там слушай и звонок задавай вопросы игнатий тихонов еще можешь там придать вопросы по библии спросить у него как тебе быть начать с твоим это сейчас с верой твоей как тебе искать бога он тебе ответит он не очень-то очень опытный в этом деле больше чем я города но интересно и улья же так интересно слушай это круто да то есть получается в 13 часов по москве до 14 в 14 тебе а в четырнадцать ну нормально хорошо скинешься не трудно мне вот эту ссылочку я скайпе добавлю обязательно обязательно андрей конечно а можно будет там пока не камеру не смотреть короче не знаю что я люблю пришел вот такие дела и там наоборот нужно выключать видео сигнал потому что много людей присутствует чтобы сигнал не тормозился там все выключают камеру только игнати тихонов один включенный потому что он как бы как бы главный но ведущий там сергей палыч 1 тихонов отвечает на какие-то сложные вопросы ну круто круто хорошо хорошо никита спасибо добавлю скайпе до встречи спасибо за общение будем пойдем по делам туда но все давай давай там все добро но все и тебе давай пока